всем привет на моем канале некоторое время назад я уже показывал как я ремонтировал вот этот вот увлажнитель воздуха здесь мы заменили мембрану сейчас я уже поставил новую мембрану на тот момент она еще не пришла с алиэкспресс кстати ссылка на мембрану будет в описании я тогда просто перепаял обратной стороной и он начал увлажнять но естественно что при замене когда я поменял мембрану на новую это все стало намного лучше работать и с новой мембраной которая кстати стоит там абсолютно копейки он начал работать вообще отлично вот другая беда сейчас я выключаю звука практически нет но если он немножко постоит здесь конечно уже накипь такая если он немножко постоит кстати там вот все происходит нормально сейчас я покажу все включено стоит на максимум вот там в общем то такой звук как будто что-то вращается но она приклинила если он немножко будет так вот стоять ты некоторое время он заработает будет жужжать и потихоньку уже начнет что-то там увлажнять сейчас его отключу и покажу что на самом-то деле вот смотрите испарения идут то есть мембрана работает все прекрасно смотрите то есть здесь как видим с мембрана все в порядке все отлично единство что вот отсюда должен выходить еще воздух то есть здесь стоит маленький вентилятор типа кулера на процессоре и вот он проходя через вот эти все отверстия здесь также камень уже образовался и смешиваясь с паром соответственно отсюда и получается вот такой вот поток воздуха и если у вас слабо а вот этот пар выходит из носика соответственно с этого либо же не выходит вообще как в моем случае например мы можем видеть но при этом все отлично мембрана отрабатывает и взбивает так сказать воду колебаниями то вам необходимо заменить вот там внутри стоит вот такой вот вентилятор похожий на еще раз повторюсь кулер от братца например я уже заказал я предварительно разбирал измерил размеры вот этих вот отверстий сейчас его распакую ссылка на него кстати также будет в описании и для каждого типа увлажнителя он будет свой этот 50 на 10 то есть 50 на 50 и на 1 сантиметр вот такой вот здесь у меня двух проводная система то есть бывает еще на три провода то есть двухполярная здесь просто но как правило здесь 12 вольт и черный минус красный плюс попробуем то ли мне пришло ждать пришлось около месяца но на самом деле вентилятор этот обошелся мне в полтора доллара по моему такой вот я подобрать вообще не мог это первое а второе кроме того еще и те варианты которые были стоили раз и так в десять дороже плюс они еще в основном бы ушные все а бушный он не нужен пошел бы жужжать издавать ненужные звуки особенно ночью это будет неприятно если этот увлажнитель будет работать ночью ну что же сейчас буду разбирать и будем менять проверять после этого увлажнитель для тех кто не смотрел видео как я менял вот эту мембрану там было как раз таки наоборот воздух шел на воздух шел без пара то есть испарения не было посмотрите это видео вот мембран она уже за некоторое время но он работает по сути круглые сутки и вот здесь уже полови появилась тоже такая накид посмотрите видео как я меняю эту мембрану и в принципе как разбирается это все но разбирается на самом деле очень просто такие все ножки снимаются и там винты просто поднимаем крышечку естественно нужно отключить питание предварительно и здесь мы можем видеть вот этот вот кулер который уже кстати говоря стоит здесь не родной не родной потому что он абсолютно не подходит по размерам сейчас сейчас его покажу вам вот такая вот система здесь вот он кулер и здесь он стоит таки не родной и вот он видите соединен уже для того чтобы его заменить в принципе нужно разобрать эту всю систему опять же с мембраной со всеми этими вот здесь мембрана стоит со всеми внутренностями но я думаю что мы справимся и так я отвернул здесь как видим его привинтили всего лишь на один винтик и он вообще не подходит по размеру видимо уже была такая проблема и кстати упростили немножко нам задачу вот этот вентилятор мы можем убедиться что здесь такая вот не слабая накипь на нем точнее это камень отложения от воды и теперь поставим вот такой кулер которая заказал на алиэкспресс он не совсем подходит по размеру но он максимально близок к тому размеру который нам нужен потому что именно такого размера я не нашел ссылка кстати на вот такие вот кулера по очень дешевой цене будет в описании переходите если вам нужны там различные размеры есть толщина и все остальное вот поэтому мы поставим пока вот такой причем его будет наверно удобно поставить вот таким вот образом на один винтик здесь вот так вот закрепляем его теперь открываем вот таким вот образом здесь крышечку видим здесь контакты отключаем их вот он наш вентилятор был и подключаем на его место новый здесь универсальный такой вот разъем который подходит в принципе без проблем и вот таким вот образом подключается теперь ставим на место крышку вот этот провод мы уложим в изолятор все закрываем данный диодик нужно будет вот сюда закрепить можно использовать клеющий пистолет и подклеить его на место чтобы он стал светился в том месте в котором ему положено все после этого будем собирать так я его собрал получилось так что вентилятор работает у меня не в ту сторону куда нужно то есть нужно поменять полярность но при смене полярности он вообще не работает и соответственно мне придется просто развернуть обратной стороной потому что дует он сюда вместо того чтобы работать от себя поэтому я его просто переверну обратной стороной и установлю и теперь как видим все работает абсолютно беззвучно тихо регулировка также работает единственное что в процессе монтажа у меня не высох еще клей и индикатор упал практически на дно но это я разберу и переставлю обратно подклеиваю заново ну а в целом практически никаких звуков от увлажнителя теперь нет и работает он сразу моментально при включении отключения сразу все работает отлично вот такое вот видео ссылка на увлажнитель будет в описании на другой правда но я также купил запасной увлажнитель он стоит около 20 долларов также будет в описании ссылка на сам вот этот вот кулер вентилятор и ссылка на мембрану для таких вот они принципе там двух размеров 50 миллиметров можете посмотреть видео где я менял эту мембрану и в стандартный размер это примерно 50 миллиметров поэтому ссылочки на все это есть в описании подписываемся ставим лайки пока